Всем привет! Завалялось у меня пару DVD плееров и в этом видео я покажу 5 самоделок, которые из них можно сделать. Приступаем к разборке DVD. С помощью надфиля делаем небольшой пропил на дисководе. Далее приклеиваем кусок деревяшки, а к ней прикручиваем концовой выключатель. Концевой выключатель нужно закрепить таким образом, чтобы он входил в проделанный пропил. Проверяем будет ли нажиматься концевик. Все работает отлично. Теперь снимаем фишку с платы питания и к контактам прикручиваем два отрезка провода. Один провод выводим наружу корпуса, а второй припаиваем к концевому выключателю. К среднему контакту на концевом выключателе также припаиваем отрезок провода и выводим его наружу. Закрываем крышку, приклеиваем к ней розетку и подключаем провода. Все, самоделка завершена. Как вы поняли, это самый простой способ сделать розетку, которой можно управлять с помощью пульта. Все работает без проблем. Может кому-то такая идея пригодится. А теперь переходим ко второй самоделке. Отсоединяем все провода с платы питания и откручиваем винты. На плате есть обозначение контактов плюс 5, плюс 12 и ГНД. К ним нужно припаять провода. Далее из фанеры я изготовил корпус и покрасил его. Вот так вот все получилось. Теперь помещаем в корпус плату и фиксируем ее на термоклей. В крышку от корпуса вставляем клавишу, которая работает в трех положениях и припаиваем к ней провода от платы. Это мы паяем провода плюс 5 и плюс 12. Провод с обозначением ГНД, то есть минус, крепим болту и зажимаем его к крышке. Ко второму болту крепим провод, который будет плюсом. Его нужно припаять к среднему контакту клавиши. Подключаем провод для подачи питания и закрываем крышку. Далее берем колпачковую гайку на 6, накручиваем ее на болт и одеваем термоусадку. Прогреваем термоусадку так, чтобы она обтянула гайку, а вверху образовалась трубочка. В трубочку насыпаем соду и наносим несколько капель суперклея. Вот так вот легко можно сделать ручки для зажима проводов. Накручиваем их на болты, а затем клеим наклейки. Наклейки я распечатал на обычной бумаге А4, а затем наклеил наверх скотч. Вот самоделка и завершена. Это получился блок питания на 5 и на 12 вольт. Когда клавиша находится в среднем положении, блок питания отключен. Нажимаем вниз и на выходе будет 5 вольт. Переключаем верхнее положение и на выходе станет 12 вольт. С помощью клемм, которые я сделал из болтов и гаек к блоку питания, очень удобно подключать разные потребители. Кому такая идея понравилась, ставьте лайк. Переходим к третьей самоделке. А для третьей самоделки понадобится плата с входами под микрофон, которая предназначена для караоке. Разъемы под микрофон нужно выпаять, они не понадобятся. Вместо любого из разъемов припаиваем два отрезка провода. Берем корпус, который я сделал так же как и в предыдущей самоделке, и помещаем в него плату. Далее понадобится нерабочая материнка, с которой нужно выпаять разъем для колонок и микрофона. Один из входов нужно удалить, нам понадобится только два. Припаиваем два провода контактом зеленого разъема. Помещаем разъем в корпус и фиксируем на термоклей. Провода из платы припаиваем контактом красного разъема. И еще в корпус заводим провод с USB разъемом. Фиксируем его на термоклей и подключаем плюс с минусом к фишке. И также подключаем провода от зеленого разъема. Закручиваем винты, клеим наклейку и самоделка завершена. И это мы сделали усилитель для микрофона с возможностью регулировки чувствительности и эхо. А также к нему можно подключать электрогитару. Все получилось красиво и самоделку я доволен. Теперь смотрите как она работает. Подключаем USB к зарядке от телефона. К зеленому разъему подключаем колонки. А к красному микрофон. Раз, раз. Раз, два, три, раз. Как видите все работает. Теперь подключим микрофон, который я вытащил из мобильного телефона. И добавим немного чувствительности. Один, два, три. Раз, два, три, раз. А теперь подстроим эхо. Раз, раз. Раз, два, три, раз. Все работает. Смотрим четвертую самоделку. А для четвертой самоделки нужно извлечь плату от передней панели. На плате есть инфракрасный датчик. Его нужно выпаять. Вот так он выглядит. Теперь к нему припаиваем провода. Помещаем датчик в коробку и фиксируем его на термоклей. С обратной стороны вкручиваем разъем. Также крепим батарею от мобильного телефона. И еще понадобится транзистор КТ-837. Далее берем моторчик с редуктором и на вал закрепим кусок фанеры в форме полукруга. Моторчик также помещаем в коробку. И еще нужно закрепить концевой выключатель так, как показано на видео. И последнее, что нужно закрепить, это пара светодиодов, соединенных параллельно. Теперь все это подключаем по схеме, которая показана на экране. Вот так вот у меня получилось. Теперь проверим, все ли работает. Все работает. Далее берем крышку с проделанным отверстием и фиксируем туда колбу от лампочки. Закручиваем винты и самоделка завершена. Вот такой вот замечательный получился светильник, которым можно управлять с помощью любого пульта. На пульте нужно нажимать и удерживать любую кнопку. А также светильником можно управлять через мобильный телефон с помощью приложения Пульт. Напишите пожалуйста, кому понравилась такая идея, а мы переходим к пятой самоделке. Для пятой самоделки нужно извлечь плату с разъемами и выпаять их. Вот именно такой разъем нам и понадобится. Теперь его нужно разобрать. Пластмассовые втулки отрезаю при помощи гравера. Вставляем втулки в корпус от разъема. Берем кусок доски и прикручиваем к ней разъем. Доску покрыл молилкой и самоделка завершена. Вот такая вот замечательная ключница у нас получилась. Хоть и самоделка простая, но все же я старался. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok